получен приказ и колонна уходит в рассвет провожая ребят доброе утро друзья с вами я александр или заре сегодня 29 мая 2022 сегодня ребята день военного водителя поздравляю всех ребят которые кто крутили баранку в армейке это дело очень серьезное тяжелое с утра до вечера быть как говорится в связке в боевой со своим металлическим другом стальным зверем который чтобы не подвел не подвел чтоб тебя роту командира роты твоя машина должна быть на ходу вот такой сегодня день ну и конечно в афганистане все передвижения это все колонны колонны это за каждым рулем сидит молодой пацан молодой солдат и фрейтор там очень редко младший сержант но в основном это это были рядовые ребята которые как мы узнали недавно и были в афганистане полтора года кто годы 8 месяцев тот два года были в афганистане под градом пулька говорится в колоннах но мало мало кто из ребят которые не попадали под обстрелы в афганистане безусловно шансов спастись очень мало потому что обстреливать гору снова не из пулеметов расстреливали на тебе бронежилет на боковой двери висит броник если опасный район значит тяжелый или два броника висит и водитель несмотря ни на что везет и везет свои грузы особенно было тяжело парням бензоозом парням которые перевозили боевое снаряжение имеется ввиду снаряды в общем боеприпасы поэтому вот эта аллея наша красивейшая аллея в городе в микрорайоне маркова это просто сладость какая-то вот эти молодые яблони которые первый год так цветут обильно они цвели конечно но они были маленькие они цвели очень очень скромно поэтому вот этот цвет яблонь я посвящаю нашим нашим военным водителям в частности ребят которых я знал в афганистане передаю привет пацанам водители они же везде были там везде и воздушно-десантных войсках и в любом и спецназе везде-везде но без водителя никуда вот поговорка была ни шагу без разведки ни шагу без связи но без водителей куда вы поедете вы просто не сдвинетесь с места водители бтр-ов водители уралов камазов водители га 66 шишиги очень страшно конечно когда или машина глохла на подъеме на серпантин по каким-то причинам потому что техника была часто изношенная и очень страшно было когда подрывалась наша техника я сам видел как подрывы автомобиль переворачивается мины обнаруживали на дороге далеко не все но потому что техника была не такая как сейчас все было очень-то на усмотрение саперов там нащупал наш нащупал собачка определил определила если собачки не сопровождают колонну снова сложности снова риск наехать на мину и под передним карданом все взрывается и там уже как повезет пацанам водителем и сопровождающего машины но это я рассказываю ребят для тех кто не был в армейке пока кто не было в афганистане потому что основной упор маджахеды душманы наемники которых сопровождали делали конечно на минную войну против ограниченного контингента советских войск в афганистане и так друзья с днем военного водителя ребята всем здоровья благополучия в семьях самое главное оптимизма и удачи по жизни вот эти алые цветы яблонь я посвящаю сегодня военным водителям афганистана и конечно же ребятам которые наши парни сейчас нашей армии выполняют сложнейшей задачи под деноцификации блока нато на украине сложнейшая задача поэтому ребята эти цветы посвящаю вам и всем ребятам которые уже не с нами которые погибли за рулем военного автомобиля обязательно обязательно ребят мы всех вас помним и склоняем голову перед родителями на самом деле никого мы не забываем никого